Каждую перемену школьники спешат в буфет. Поесть и попить ребенку в учебное время необходимо. Родители переживают, чтобы их чадо не перекусывали ненужными продуктами и предложили запретить продажу газированных, сахаросодержащих напитков. Однако, согласно санитарно-эпидеологическим требованиям, на данные продукты и так лежат табу. В списке продуктов, которые не допускаются для реализации в образовательных учреждениях, числятся и газированные напитки, а с ними и 40 других различных продуктов. Это в школах введено уже давно. Я думаю, что это введение прошло только школьную жизнь, а в магазинах, в различных других организациях эти продукты еще продаются, вредные для здоровья. Поэтому я думаю, что такая акция должна получить более широкое распространение. То есть мы это стараемся поддерживать именно в школах, а не дома родители не делают этого, а надо бы делать, сохранять здоровье поколение. Газировки в школах нет уже 6 лет и дети прекрасно без нее обходятся. Но если бы запрет не существовал, дети были бы только рады. Если бы в школе продавали кока-колу, я бы ее покупала. Под возможный закон помимо школ могут попасть и другие учреждения, где дети находятся без родителей. Это дома культуры, творчество, больницы. В зданиях часто находятся автоматы со сладкими газированными напитками. И что чаще всего берем? Кока-колу. Почему? Потому что она вкусная. Пепси. А почему? Ну, как бы сказать, потому что они не очень дорогие, а во-вторых, они очень вкусные. Их рекламируют. Я беру иногда поп, я чипсы беру, и кирьешки, и все. Из напитков только поп всегда берешь? Да. Газированные не берешь напитки? Люди, разобравшись с химическим составом, находят массу применений напитков быту. Будь то очистить накипь в чайнике, ржавчину в ванной или помыть до блеска стекло. Поэтому петь его или найти другое применение для себя каждый решит сам. Если верить этикетке, в одной такой бутылочке содержится около 11 граммов сахара. Но на деле, уверяют скептики, значительно больше граммов 50. В виде рафинада это 12 кусочков. И чтобы организм не чувствовал приторный вкус, производители добавляют в вещества, притупляющие рвотный рефлекс. Однако сахар не самый страшный ингредиент. То же самое может произойти и с вами. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Антон Войсуховский, Телемикс.